В другой Кавказской республике, Северной Осетии, день траура по погибшим в результате теракта во Владикавказе. За ночь число жертв выросло до 17, в больницах остаются более 100 раненых. Последствия могли быть еще ужаснее. Как выяснилось, террорист-смертник планировал подрыв своей машины не напротив центрального рынка, а прямо на его территории. Но ему преградили путь. С человеком, который это сделал и спас сотни жизней, встретился наш корреспондент Андрей Чистяков. Сегодня к центральному рынку Владикавказа ближе, чем на 50 метров, не подойти. По всему периметру выставлены милицейские патрули. На месте взрыва перед главными воротами работают следователи. В черные пакеты они собирают вещественные доказательства. Среди них вот такие обломки арматуры, которыми было начинено взрывное устройство. Металлические прутья, это хорошо видно, специально распиливали. Осколки разлетелись на сотни метров вокруг. Их помогали собирать жители окрестных домов. Большой объем работы. И увидели, какие повреждения от этого взрыва. Начиная с той стороны, кончая этой стороной. Помимо вещественных доказательств, следователи изучают пленки с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Среди них Валерий Дзакоев. Он работает на рынке охранником. Накануне стоял на одном из въездов на торговую территорию. Всего их три, включая центральный. Валерий, очевидно, последний из свидетелей, кто видел террориста-смертника. Уже известно, что он приехал на рынок на серебристой тонированной «Волге». Сначала террорист пытался попасть на рынок через вот эти ворота, куда обычно заезжают грузовые машины. Но Дзакоев его не пустил. Действовали по инструкции. Осмотр салона, потом багажника. Вот с той стороны хотела заехать на рынок. Подъехала вот на улицу Бородинская. Вот здесь скопление учащихся, детей. Тут очень много людей было на территории. Шлагбаум был закрыт. И он вышел на паник проверить машину. Он не открыл багажник. По словам Валерия, террорист был один. Что касается его поведения, то вел он себя достаточно спокойно. Он абсолютно спокойно вышел, подошел к багажнику, вставил ключ в багажник и заявил напарнику, что ключ сломан, не открывается багажник. Я ему предложил развернуться и выехать подальше отсюда. Ну, не запустили мы его на рынок. После досмотра автомобиля неизвестный мужчина сел в машину и поехал в сторону центральных ворот. Но до них не доехал буквально несколько метров и привел бомбу в действие. После того, как следователи завершили осмотр места происшествия и опросили большую часть свидетелей, стала вырисовываться картина того, что происходило здесь, перед главными воротами центрального рынка накануне. Автомобиль террориста-смертника, очевидно, хотел протаранить центральные ворота и въехать в них, но ему помешала автомобильная пробка. Сейчас устанавливается личность террориста. Владелец взорванной Волги известен. Он рассказал, что продал машину буквально накануне теракта неизвестному по доверенности. По последним данным, в результате взрыва погибли 17 человек. Сегодня ночью в больнице скончался еще один пострадавший. Раненых 158. Самых тяжелых накануне доставили в столичные клиники. Среди них трехлетний ребенок. Сегодня в республике день траура. В храмах прошли панихиды. Недалеко от места взрыва появились цветы и игрушки. Среди погибших полутора годовалый мальчик. Андрей Чистяков, Евгений Радаев и Чермен Макеев. Вести из Владикавказа, Северная Осетия.